у меня будет свой бизнес перепелиный кто нам подарил лепроту? мы думали, что это вы, изоль де катс! милана, это вы на музыку включаете? она снова стала продалбливать? да, она может лучше долбится смотри, раз-два-три, о! сейчас, 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 подожди, они же от неё смотрят, она же там всё фильтрует, всё знает, как что послать выращивать грибы в вешенке вешенке, да, знаю знаешь эту тему? у нас шесть человек, что мы можем сделать с шестером? мы можем делать мыло в стиле игры реальности мы можем заключить договор с этой фермой, мы же не знаем, кто за этим стоит мы можем как-то связаться с этим мужчиной, связать, связать, с ним связаться с хримом? да вы понимаете? нет, с хозяином этой фермы хочется смотреть, как люди страдают мы просто хотим помогать, и это нормально, я вот хочу помогать надо помогать вот, Макс, говори мы поможем другим, нам помогут да, конечно, мы будем помогать, и люди нам помогут мы сделаем тебя идеальной, но прекрасной крутитесь сами, смешные наследники, кому вы нужны собрали вас достойны, ха-ха-ха да, вердаминт фикерс хэсэн си на каком языке а у них в доме была каменная печь где Аглая прятала все вещи после того случая, как солдаты ворвались в дом и выбрали бывшего председателя колхоза дядь Федю ну так, для видимости за работу, естественно, не платили так там и Прасковья работала с детьми, что постарше да, а можно что-то не может вообще ошибиться как, как она это просто рассказала вчера это видео а кто нами играет? что это такое? это какой-то биток вампиры и кровь сосут нашу как будто их ничего не колышет и ничего им не надо я выбрался спасибо ты что ведешь себя как бы ты что делаешь? наручен весь раз гонишь побрат спасибо сразу смазал карту будня плеснувший краску из стакана я показал на блюде студня ну как же нам быть? о бабушка дайте желание смотри осень на улице спасибо опа братуха ты это видел? спасибо вам огромное дай попить напомните я стоял как я стоял приближившись к стене и вы что-то дурак что ты несешь? мое упрек он до увадика прет так вот народ что-то ты навсегда со мной дурак 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 да ладно шутка расскажите на самом деле было реально интересно да мы вообще теперь больше ничего не хотим рассказывать почему ты так себя ведешь? на самом деле меня вот распирает рассказать короче мы сначала вышли шли шли долго шли долго шли да очень очень значит мы увидели пиццерию Милана и вышли к какой-то железной дороге и мы вышли к какой-то дырку мы понимаем что денег на билет у нас нет ни на чего нет потому что мы как бы решили же пройтись по электричкам ну а вдруг что-нибудь насобираем ну да значит мы вышли каким-то вагоном мы значит идем эти вагоны стоят здесь забор камни какие-то мы увидели кусок говна сразу тебя вспомнили все обошли его как бы там немца не было лицом нет немца не было потом смотрим высокая платформа очень высокая ну думаю как забираться ну как высокая там просто все люди выше меня роста ну естественно ты не полез Вась-Вась ну здрасте я не полез я сначала стал помогать девчонкам залезть потому что ну я же хороший человек понимаешь я не первый полез а я бы стал помогать девчонкам значит Катя забирается мне на колено я беру ее под попу вот так ну чтобы поднять вот так под попочку ее беру поднимаю туда Катюшу она значит берется вот так и вроде как забирается потом понимаю что сзади у меня Ксю то есть позади Москва понимаешь Москва ну да Васич ну все было не так Ксю вообще то мы с тобой изначально вы Васича подбросили туда изначально мы Ксю с тобой подсадили а потом сначала мы с Катей подсадили Ксю а потом Вася как барсучок карабкался вот так а потом да мне пришлось карабкаться как барсучку и мы оказались на платформе а потом Вася Вася встретил свою подружку на самом деле подружка это не моя я с такими не ведусь но я как бы понимаю девчонки как бы попытались там мухрю там что-нибудь как-нибудь их все как бы подшил да Вася Вася там одна была подружка ну реально она короче как давай там что-то да чё там это пятый день чё по телефону базарила чё там это чё ты мне говоришь где продукты она так говорила мы офигели вообще она сумасшедшая была вообще на самом деле это мы рядом с каким-то городом сумасшедших если честно они все ку-ку я вообще я первый раз такое вижу а когда мы зашли в электричку там все просто были как будто они ну не знаю вообще бомжи какие-то да ну это обычный слойный ох ребятушки ребятушки никто не хотел нам помогать вообще все на нас смотрели как на дикарей а вась-васье дали пирожок с сосиской он его сразу съел ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха ну какая-то женщина она по-моему тоже была ку-ку да нет почему она отсидувствует дала пирожок ну не знаю Она как-то недоверительно к нам относилась Ты пела, Катя? Да, Катя пела сегодня Она сказала, мне нужно в хор Что у меня очень хороший голос Да? Обалдеть А какую ты песню пела? Ой, я уж не помню Она прям громкую песню какую-то пела Русскую народную Я же в русском фольклоре раньше выступала Ну вообще, на самом деле Мне не очень понравилось Потому что эти бичуганские какие-то Электрички Вот, кстати, скажу, еще встретили мы там мужика какого-то Спасибо, что ты поддерживаешь меня Давай, может быть, не будет Простите, пожалуйста, я все-таки скажу Встретили мы там мужика какого-то Ну, стали расспрашивать Он подходит и говорит Слушайте, а вы можете передать привет Ксеньке Куренковой? Ну, а вот я и думаю А что бы ей не передать привет-то Ксеньке Куренковой? Чтобы она училась хорошо Чтобы у нее были всегда хорошие оценки Чтобы она родителей слушалась Чтобы она никогда не капризничала И не баловала А, Ксенька Куренкова Ну, вспомнили вы Ксеньке Куренковой? Просил привет передать Да Ну вот, поэтому я и перебил Давай, Ксю, говори теперь Я бы просто так не перебивала Я хочу, чтобы она хорошо себя вела И всегда слушала отца своего Потому что папа это очень важно В жизни любой девочки Я хочу, чтобы она его уважала И когда он приедет домой Чтобы она его поцеловала И сказала, как его любит Потому что это очень важно Ну вот, и я так думаю Папа нужно любить Папа это самый главный мужчина в жизни девочки Поэтому Ксенька Куренкова Так, и что там дача-то была? А, значит Подъезжайте Там тебя спросил И сам рассказывай Да Да что, я тебе сказала Что это была бичуганская электричка Потому что сегодня в воскресенье Народов было очень мало Дача уже Дачный сезон уже закончился Все люди были злые вообще Просто куда-то люди ехали Как бы народу было очень мало Они, знаешь, такие Как бы недоверительные Просто мне кажется Что у нас в России Это не развито Вот если люди заходят Как-то Тебе относятся Как-то Не доверяют Да, не доверяют Вот если ты в Европе С тобой бы стали все танцевать Фотографироваться Там Веселиться Тусить А то в России Как бы все считают Что ты ку-ку просто Да нет Так не считают Ксю Не надо, пожалуйста На Россию гнать Просто пойми Ну Они уставшие Действительно Ехали домой Вот Ты же не понимаешь В России есть хорошие люди Какие? Мы что сегодня Хорошего человека Не встретили Ведь встретили же Как бы не буду Я углубляться В эти подробности А он не из-за оси Между прочим Да что ты мне говоришь Давай я тебе потом Расскажу Где он Ну может это Заткнетесь А почему А почему Лея Неинтересно Слушает наш рассказ Где она Макс Что ты хотел сказать Да я ничего Я послал Может там ехать Тяжелой смены И кокс Сколько сгружал В общем Мы сегодня Были в ужасающих условиях Как по мне Просто я считаю Что это было Ну как бы Не знаю Все люди были Злые какие-то Но тем не менее Это было весело Я хоть первый раз Вышла из этого дома Хоть немножечко Отвлекла Знаешь что самое Что самое было смешное Вася И Катя Как и стуканы Стояли рядом И могли зайти Вагон И такие Ну что Будем говорить Давай будем говорить Такой-то текст Они договорились А так открывают двери И зайти не могут Нет нет Не так было Не так Смотри Смотри как было Я говорю Катюш смотри Давай сделаем так Смотри Ты сейчас скажешь Такие слова Я говорю Вот то-то 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 Пятое Десятое И это Она такая Да-да Точно Давай Давай сейчас так и сделаем Открываем дверь Ты скажешь Прям на тени Я говорю Ты скажешь Я закрываю Ты охренела что ли А она уже такая Да конечно Скажу как раз Я такой Открываем дверь Ты скажешь Просто в наглую Она решила Что типа А я зайду Ну хрен с ним Она сказала Ну все Ты скажешь Мне было просто неудобно Вообще впервых Знаешь Неудобно Когда на тебя Дети соседские похожи Вот тогда неудобно Как на меня Мама соседские дети похожа Нет И на самом деле Там сидела какая-то парочка Они были тоже ку-ку И они так все время На нас смотрели Так подозрительно И вообще Не понимали что происходит Они думали что мы Какие-то заговорщики А бабушка Эта тетка Когда Катюша спела ей песню Ну все Она же подала булочку Сосистку Которую я съел Ну я ел Я нервничался Он прямо вот так Вроде Сеел Нет Я ел ее нормально Не надо ля-ля Он съел ее Как ненормальный Да-да-да Вот не надо ля-ля Вот этого Давайте без этого Нет Ну а потом Конечно О! О! Это кто? Это мы Это мы Это мы Сегодня с Лей Тут были Это мы Предложили Это хороший мужчина Подожди Это мы как раз Предложили Купить у нас Поцелуй Поцелуй мы ему Предлагали у нас Купить Да А он такой Говорит У меня нету денег У меня нет наличных Он нам Говорит Можно вам перевезти Мы говорим Нет Нам перевезти нельзя И Вась-Васч Начал И тут свои Бразда Взяла Катя Я сначала подумал Ну все Как с этим человеком У нас никак ничего нет Он от нас уходит Васьчка Пошли отсюда А я говорю Постойте Отдайте нам Вашу карту С паролем Дайте нам С пин-кодом Да Да Просто в наглую Говорит Давайте карту С пин-кодом И люди такие Смотрят на нас Вот так Поворачиваются И думают Что мы какие-то Грабители Представляешь Ты еще давно Шокирован Я тебе говорю Катя Это вообще Слушай А потом Она такая Говорит Все Давайте выходить Будем искать Катербанк Да Катя же еще Мы сегодня Очень много узнали Очень полезная информация Вообще Железная дорога Это зона Повышенной опасности Да Самое главное Почему Катя смогла С ним договориться Потому что Она очень убедительно Говорила с ним Я думаю Ну все Катя Убеждала Катя Нет Подожди Сначала мы хотели К него отвязаться Мы просто Ему хотели Продать поцелуй Ну да Вась Вася Говорил Типа Давай Кинь Как ты говорил Полтишок Он говорит Налички нету Давай монетки Доставайте Он только достал А Ксю говорит Ну давайте Эти монетки Хотя бы А ему даже Стыдно было Дать эти монетки Да Ну что же И мы такие Стали от него уходить И пошли дальше В другие вагоны Где сидели Эти злые люди А он за нами Пошел за нами То есть мы уже Как бы В другой вагон Заходим Начинаем Тележить Вот то же самое Он садится рядом И ждет Пока мы Да Песни петь Он мне подпевает Да Он начинает нам помогать Его зовут Матвей Матвей А вообще На самом деле Он сегодня ехал На свидание К своей девушке Нифига себе Да Охренеть Ну короче Чувак вам помог Да Да Смысл то в этом Но вообще Я хочу сказать Все равно Существует Очень много Добрых людей Ну не в этой электричке Ну в этой электричке Мы и нашли Доброго человека Зачем И женщина Отдала последний пирожок На самом деле Добра меньше Чем зла Добра 30 на 7 Нет Добра больше Нет Добра больше Вот я уверяю Если бы нас отправили Куда-нибудь В Испанию Или еще куда-то Мы бы просто Вот так вот Веселились На пляжной вечеринке Мы оказались Уехали бы вообще В Мексику А здесь мы просто Зашли Как оплеванные Просто были Потому что Ну согласись Ты же зря боялась Зря очковала Что? Да я больше не хочу В эту заценную электричку Вообще не ногой туда Ты видел Этих перекошенных Алис Да эти вот лица Которые ехали Ну ладно Все нормально Потом как зато радовалась Конечно Да конечно Как что не зря все Потом так радовалась Да конечно Там были люди Которые Я подскажу К одному человеку Там да Ну говорю Ну вот у нас Такая-то дела Там мы говорим Нам бы еды Он мне показывает Так-так Сейчас туда иди Иначе я встану Ее такую Прикрель А вы-то не видели Да-да-да Он ему говорит Туда иди Сейчас Иначе я пристану И понимаешь И вот так А он Да-да Мощный такой И как бы Вот Так а в целом Как сходили-то Вам понравилось? Нам очень понравилось Было круто Было круто На самом деле Да Ребят Ну что полный вперед Какой вперед Он бегал вообще Сейчас разберемся Вперед Какой Пойдемте Сейчас идем вдоль Железнодорожного полотна Идем вдоль Обходим вагоны И там мы должны Пробраться Где нет турникетов И забора Найти это место Где нет забора Пойдемте А если такого нет Ты что думаешь Что все ку-ку такие Так что Давай вперед И отставай Боже ты мой Давай спасись Скажи ей Да что скажи Правильно она говорит Все А как мы еще У нас ни денег нет Ни хрена Как мы еще билеты Возьмем Давайте пролазьте Аккуратно Не испачкайтесь Справа Так послушайте Ребят Сейчас будет Высокий бордюр Тебе придется Васич немножко Прогнуться И нам Через тебя залазить А как я за езду Я не смогу Вон ты Будем разбираться Куда ты Несешь это Как Вот Она сперлась А на какой путь Электричка идет Вон на тот путь На тот путь Да туда переходите Да подожди Блин Стой Да стой Я рациону сейчас поспешлю Ой я не могу Давай я тебя поднимаю Вот Так и теперь ты Я ксу-то подняла А ты меня поднимешь Я подниму Ксю давай руку Лезь Так девочка Давай руку Су Девочки Давай руку А что эти девочки Держите меня Здравствуйте Здравствуйте У вас еды нету Еды Нет? А деньги? Не может деньги Ну помогите А? Алкашка будет Пошли Я купила сигареты За 200 рублей И вы Уроды Вокруг меня аж народ собрался Я прошу прощения Извините Секунду Мужчина Я разговариваю По телефону Да Девушка Еды Девушка Спасибо Еды не спроси Может быть вы чисто Невровый тепловоз В чем-то А мы у вас Садили попросить Может у вас еды Еды немножко А денег Не надо мне У меня? Да Деньги или еда У мамы упали? Я серьезно? Девчат Нет Вы просто упали в виду Понимаете Чтобы вы понимали Вы просто упали в виду И нам нужно выбраться отсюда Да И нам нужно либо еда Либо деньги У нас просто Реалити шоу В котором нам приходится Реально Попадать Вы что Как на острове Это как остров Как на острове Это как остров Бойте что ли Я вас боюсь Нет Вы не бойтесь Не бойтесь У нас все Нормально Может ли кто-то купить У нас булочку хлеб Смотрите Для уток Для уток Покормить уток Он плесневелый хлеб Я сейчас Отсюда Пальтроп Да что О электрон Так Нам нужен Последний вагон Это первый А ну а с шоу Начнем Смотрите сколько народу Давайте Последнего начнем Побежали тогда Так Быстро в этот Вакуру запекать Быстрее Быстрее Там перейдем Девушки Обстановка Девушки Осторожно Две Две Докрываются Выши Как вам пакет настроение? Не надо У меня хорошее Очень хорошее Давайте вам Свою песню Я сама люблю Давайте с вами вместе Я сама люблю Давайте с вами вместе Вашу любимую Какую? Какую? Ой, порос 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 Светет Калина В поле Уручь я Да Эй Эй Вась Васич Колбаски есть? Осет у вас есть какой-то? Это пивной зал, здесь только пиво Пока ко мне суть, не сходим в магазин? Шампанс? Все, пойдем во дверь Да, ты издеваешься, что ли? В смысле? Сидим здесь, сидим здесь Сидите, мы сейчас придем, идите Возьмите Льва Васич Не, а уже на поворот событий Там сейчас мы возьмем в пив-баре Это мы возьмем с собой Кальмар с собой домой нам пожрать У нас нет ничего еды Это недорого Рушистые травы возьмем Лавровый лист Ладно, куриный роллтон Перец мне нужен Черный перец обязательно Давай катаями А ты катаями мы что возьмем? Какое? Смесь, можно смесь еще По минимуму, что подешевле такое Взять по минимуму из еды Давай возьмем чай Это блэк, зеленый хочу Это херовый Зеленый чай Кофе у нас есть Кофе не пьем Кофе у нас есть Целый пакет всего Целый пакет всего? Серьезно? Матвей, красавелла Зеленый пакет Ну, это мы съездили Вот, смотрите Вот, камни Ну давайте зашпичим Ну что, это Матвея? За знакомство, Матвей И за тебя Мы хотим и за тебя Именно ты Герой Сегодня Ура Серьезно Серьезно Ура Серьезно Я покупал Я покупал Мандарины Я покупал Мандарины В магазине Семечки У меня была косточка Я сажал землю У меня дома Вот такой мандарин растет В общем Из магазина Ребята Во Во А кто же нас снимал? Я не поймала Тихо, подожди А звук Изольда 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 Если это возможно Тихо, тихо Смотри, вот Катюша рассказывает Вот мы идем Идем, идем Изольда Если ты нас слышишь Обалдеть А может быть здесь как-то звук Вы перелезли через забор Да никак Никак тут звук Нет, мы не перелезали через забор Мы нашли просто дырку в заборе Обалдеть, это вы вот так вот шли Серьезно Вот мы перлись Вот так вот мы идем Вась, Вась, ну я не вижу ничего Отойди, пожалуйста Вот так вот мы идем 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 А это мы побежали Потому что электричка Электричка уже шла Но бежим бегом Понимаете? Но мы не успели Всё равно А вон платформа видишь Вдалеке Планформа Вон высокая Понимаете? Да, да Точно Мы круги сначала Это было отротительно Нормально, вот Заповчанский ее Теперь я А потом Вася Васич будет как барсучок В своей сфере, она тут, она знает Да, она вон ловко все Сейчас Вася Васич как барсучок Тихо Не могу залезть, не могу залезть Говорит Вася Васич Видишь, я держусь за это, а другой рукой тащу его Это он Блин, ребята, нифига А, вот это мы у него спрашивали Есть ли у него деньги, он говорит Ну, посмотри на него Ну посмотри Ты видишь, там были все такие Блин, вы вообще сумасшедшие ребята Вот, дальше мы бежим на Скорее сесть А, вот, посмотри, вот эта девушка Вот эта девушка, которая, да Слушай, она явно была под чем-то А что она говорила? Она говорит, что у меня с этими Почему я должна, ну и все Да, да Вот, видишь, не надо, не трогайте меня Она говорит, Вася, ты мне вообще не понравился Да, а мы ей говорим, мы из шоу Игры реальности Она говорит, да что вы гоните вот так на нас Она вообще какая-то неадеквейшн просто Жесть Успокаивают меня Типа, Васич, не расстраивайся, да? А Катерина вообще смеется Это мы все в шоке от нее Это мы все в шоке Странно, почему так замедленно все стало Это вот мы и объясняем О, шапка у нее клевая У нее шапка с коноплёй, она понятна Она обдолбанная, наверное Ой А это кто, ребят? Мы не знаем Это человек-оркестр Да, это вы его тоже там видели? Нет Я не пойму, а как все это снималось, если нас никто не снимал? Мы не знаем, как это все Не, она, по-моему, прям Маневровый тепловоз Вот она Вот, там проехал маневровый тепловоз Маневровый тепловоз, да Как бы проехал Вот нам побибикал Да? Да, деньги, деньги, да? Я говорю, хотела бы денег что-нибудь Дайте Это видео замедленное, да? Да, звук идет вперед А видео очень замедленно идет Очень странно А, все О, все Хорошо, хорошо Смотрим, смотрим Вот, все, вот Она взвеселилась Она на панике Да, да, да Я хотел батон ей в паре Мы говорим, купите у нас хлеб Она говорит, да вы что, у меня нет денег Вот, сейчас электричка подходит А, это вот мы предлагали ему поцелуй Я женатся Я женатся Жена нельзя Ого Ого Смотрим, смотрите сколько народу Вот это бомжатская электричка Да не бомжатская электричка, а нормальная Бежим в последний вагон, чтобы сначала начать Да, в последний вагон, чтобы сначала начать Да Почему кажется, что я галопом бегу Блин, забавно Нас Вася научил правильно ездить на электричке с зайцем Обалдеть, Васич, как ты это делаешь? Лучше, лучше это не повторять Потому что, знаешь, не раз приходилось Это круто О, мы как будто в игре Стушите, вот О, Матвей, это Это бабушка, которая дала пирожок Я сама люблю петик, давайте вместе О, это Матвей, да? Долина в поле у ручья Парня молодого полюбила я Парня... О, все, это мы вышли Он сказал, давай билет купим Ну, мы подошли Я его не отпускаю из рук Думаю, не дай бог добычу Конечно Добычу Ну, не добычу Наш добытчик, наш герой Конечно, он наш герой Наш герой А вот этот бар, куда мы пришли Серьезно? Да Вот это тот самый бар Да, да, да На самом деле он выглядит очень простенько Там очень вкусно Я бы не сказал, что он простенько Он очень стильный Бармен, да? Паша Его зовут Паша Кстати, он сказал, что он скиммеров На самом деле, представляете? Да, месяц назад приехал Да ладно Да У меня в кемеру бабушка Басич боится меня в магазин отпустить Сиди здесь, говорит Слышь меня Смотри, такой нормальный Сиди здесь Магазин Магазин рядом, чтобы нам купил Комок А вот Катю сейчас сниму Тише, тише Катенька, ты наша золотая Слушай, а как кальмары готовить? Отварить их Блин, у Кати просто талант Это просто волшебно Подождите, вот Матвей сам все складывает На самом деле Павел это просто герой сегодняшнего вечера Я говорю, что он говорит Давай еще смесь перцев Блин, Матвей хороший человек Матвей красавчик вообще Слушайте, а мне кажется Катерину надо постоянно отправлять в поле А, его Матвей зовут, да? Да, Матвей хороший мужчина Матвей, это герой сегодняшнего вечера О, а это мы уже, Ксю А они вот уже пивко Не, ну пивко хорошее Пивко стоит там всего 120 рублей Крафтовое, разное Прикинь, а цена одна и та же Блин, Матвей такой хороший мужчина Хороший мужчина Да, вот Это он посидел и угостил нас Вообще, молодец Блин, Матвей классный Просто аплодисменты Не, отличный человек, отличный Потому что Матвей, если ты сейчас нас смотришь А, еще он показывает Ай Вот, это мы чисто с ним общаемся Там за жизнь А в шоколевом в душе Хороший, классный как Да, да, хорошо Матвей, если ты нас сейчас смотришь Матвей, я хочу тебе сказать Большое спасибо Ты на сегодня герой моего романа Спасибо тебе большое, Матвей Охренеть просто Спасибо большое этой женщине Которая дала Васичу пирожок И все-таки она не хотела сначала петь песню А потом как воодушевилась Говорит, я сама люблю петь И спела с нами эту песню Утесет Калина Дала Васичу сосиску в тесте Матвей купил нам продукты Купил нам много бытовой химии Я хочу сказать отдельное спасибо Матвею, естественно Ты красавчик просто Туалетная бумажка Да, пиво там шикарнейшее 120 рублей Представляете И креветки Креветки Самые вкусные Какие там были креветки Королевские сыкрой Господи, не представляешь Они вот такие огромные С икрой все И колбаски были Колбаски Нам дали 4 соуса на выбор Эти мюнхенские колбаски Ты берешь их вот так И там сок И ты ешь И прямо мясо Прям колбаса Но самое главное У нас в доме появилось Ребят Стиральный порошок Мы теперь можем стирать Наши вещи Туалетная бумага Ватные диски Девочкам ватные диски Очень нужны У нас есть прокладочки Девчонки Нам тоже они будут Очень необходимы И самое главное Чего у нас не было Это гель для душа А еще у нас есть бипит У нас есть гель для душа Гель для душа Наш истерих Это просто ништяк На сколько его хватит На чуть-чуть Это еще важно Ирина, что ты в холодильник Слушайте, а может быть В следующий раз Вы пойдете Где одинокие женщины Где, знаете, такие взрослые Одинокие женщины Они тоже, может, вам что-нибудь купят А где у нас Вон лестница и на улице У нас два места В холодильнике Вот видишь Ты ответила на свой вопрос Нет, вы знаете Это все А куда Катя идет с этим Магазин А, в магазин Да, она пошла в магазин А пиццу мы еще взяли Замороженную, представляете Мы на улицу ее положили Да, там у нас еды еще Блин, Матвей, спасибо Котлеты из индейки взяла Кальмар взяла Курит Такого ничего не было Пицца Две пиццы взяли Давайте пиццу разогреть Давайте В духовке сейчас Давайте 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 Отведаем Дары Матвея Правильно Сейчас Матвей может Смотрит Да Увидев нас Захочет Как бы просто Пригласить нас Куда-нибудь С ним Компанию ему Доставить Он уже хочет Он уже хочет Вот и все Не надо Ну, хорошо Он сам захочет Увидеть нас Как в компании Ну да Слушай Ну да Ребят И мы готовы И мы будем И нам нравится Зарабатывать деньги Конечно Конечно Это очень классно А еще Матвей мы познакомились Лично Но так же Нас же смотрит Смотритель И он уже может Мы можем понравиться Ему и здесь Сейчас через камеру Да Не обязательно Даже лично Знаете Я бы хотела Составить компанию Где-нибудь В каком-нибудь Хорошем месте О, смотрите Это вы познакомились Да На самом деле Он сказал Такую знаете Фразу о том Что он одинокий Да И мы Мы скрасили Его вещи А еще Он говорит Почему вы обе Такие красивые А Ксюя говорит Ну мы же Родственницы Да И по сути Катюш Тише По сути Мы помогли ему Потому что Ему реально Как-то плохо Или хреново И по сути Мы не упрашивали Да Он поругался Девушка Мы встретили человека Которому мы Сами же помогли Нашей компании Ему было весело С нами Да То есть Получается Мы можем Скрасить Любому человеку Конечно Одиночество Да Мы можем Если у него плохое настроение Можем его поднять Просто Абсолютно верно Повеселиться Абсолютно верно Он почувствует себя Как часть нашей семьи Это классно А на самом деле Если меня смотрит Какой-нибудь смотритель Я бы хотела Чтобы мне дали задание Чтобы поехать на птичьи рынок И как-то Перепелку И как-то Да И как-то Захватить Перепелку Потому что Я Овладела Как сказать Перепелка Я очень хочу Перепеленную ферму Слушай Тебе Что нужно быть Слушай Мне кажется Надо ей Как-то Заперепелить Да Я хочу Чтобы мне дали задание Чтобы мы поехали на птичий рынок И там добыли перепелку Да Это классное задание А потом перепелка Роди Чтобы мы добыли перепелка А как бы Вот Перепелками Обошелся бы Что бы ты сделал Будь у тебя Желание быть Перепеленным королем А потом Подожди Сейчас Сейчас Погоди Погоди Запомни А потом Вы смотрите Я бы этих перепелочек Подкалывала бы Под Вась Васича И они бы там Грелись Нет Только под Юрца Все что она может Можно делать задание Чтобы И можно делать задание Чтобы Вась Васич Высадил Не за что Они бы там Грелись Этого дела Не надо Юрец у нас Всегда Все что касается А Ксю Она все перекидывает На меня Ни хрена Ксю Давай с Юрцом Все Все с Юрцом Делай Меня не надо Макс Давай Говори Что ты хотел Если бы я был Королем Да Ну я не знаю Я бы их Это Вырастил Максон Перепелку Можно прокачать Бро Давай Говори Не ну Можно прокачать По поводу Есть какая-то Если ее Откармливать Потом И что Потом она Будет прокачиваться Короче Ее надо Обучать Перепелином Этим Приемом Какие А есть какая-то Такая игра Где нужно Выращивать Перепелочек Есть конечно Да Она корейская Игра Корейская Корейская Перепелка Там Корейцы Изобрели Третья Перепелин Игру Так В общем Уважаемые Смотрители Сейчас я вам Расскажу Перепелка Где моя Ферма Луковая Типолит То есть Это молочная Блин Мне кажется Она не закистывалась То есть Проходе Сначала От пельца Начинает А потом вырастает Переводим Оно означает Дарованный Богом Варианты Трактовки Человек Бога Дар Бога Матвей Это современное Звучание Имени Матвей То есть Матвей У имени Матвей Существуют Аналоги Как и в Европе Это имя Можно услышать Как Матвей Матеуш Маттиас Мэттью Иначе Маттиас Дар Бога Человек Бога Дар Бога Блин Давайте похлопаем Матвею Потому что Матвей Спасибо За йогурт О да У нас же есть У нас уже есть Йогурт Точно Матвей Спасибо большое Как твоя луковая ферма Так Смотрите У меня есть луковая ферма Чиполита Вообще Я собираюсь Про нее рассказать Это прекрасно Но если я хоть Одну Твою перепелку Нерожденную Увижу У себя на кровати Это все будет На кровати Юрца Понятно? Уважаемые Смотрители Давайте дадим Мне обязательно Задание А при чем тут я Юрец Не общаюсь Я при чем Так а я при чем Почему она все на меня Перекидывает Да что на тебя Нет Юра Мы же родственники С тобой Что ты Нет я тебе сказал Нет Да с тобой что-то не то Вась Вась Слушай а как Вырастет там лучок И я смогу его продать К Новому году Кто верит в меня Поддержите пожалуйста А может кто-то захочет проголосовать Смогу ли я Открыть свою ферму Луковую Чиполита Например Да с трехлуковиц Конечно проголосуйте Поддержите девочку Чтобы Согласен Катюша Чтобы она поверила в себя Да он же будет расти С любовью Без химикатов И все могут смотреть 24 часа Как я его проращиваю Со своей любовью А у нас Катюша Зато две пиццы Как бы у всех Как бы да Мы как бы берем И делаем А она как бы Со своей Чиполита Просто бла-бла-бла Вот вы не верите Вот вы не верите В Чиполита А Чиполита еще покажет вам А еще Моя перепелиная ферма Все-таки откроется Когда посмотрители Мне помогут И отправят меня На птичий рынок Нам сейчас Не важно Кто чем будет заниматься Вы заработали так А может она может Так заработать Она даже не затрачивает Ничего Она просто посадила Лук туда Да вообще Давайте зарабатывать Разными Путями Захочет Вот родиться У тебя перепелка Вась-Васич Лично тебе Исполнит Вась-Васич Да Вот теперь Они вдвоем Короче Смотри Туда Туда Все туда Давай Катюш Ну что это Бояка Вот ты бояка Пусть поиграются Перепелочки В лучок Пусть поиграются Ничего не понимаешь Это за перепелками Будущие господа Это все правильно Ксю Это правильно Надо и перепелок И лук целый Я думаю После перепелок Мы крокодиловую ферму Вот смотри Вась-Васич Вот смотри Скоро будет Новый год Например Какой-то смотритель Захочет перепелиные яички В корзиночке Рождество Понимаете Мы сможем это красиво Упаковать На Пасху А не на Рождество Какая разница Ну будет и на Рождество И на Пасху Ну зачем ты все портишь-то, Катя Ну я только что Да ты просто рубишь На корню мою Перепеленную ферму Мои рождества Вообще А Луки А что Калина разговаривали Я собираю Что там Сзади Мне кажется Макс тебе пристраивается Ты что делаешь, братан? Брат, она сестра твоя Я готовлюсь К с лишением Судьбы С немцем Нифига Ты какой жесткий И его не станет Да А может Ты танцевать будешь А давайте его продавать Как стриптизера Давай встань Я вот сейчас Сну вот эту бутылку Он не знает Он не знает Мои способности А вдруг ты снесешь ей голову Он не снесет Я больше чем уверен Что все будет понятно Макс не посмеет Давай Я даже перекину Да стой, Катюш Не дергайся А почему ты меня выбираешь Потому что она самая маленькая Рождество Да давай, давай Не буду дергаться Вот видишь Вот видишь Вот видишь Какая хрень А что я говорю Хрена тебе Давай Они вдвоем Они вдвоем Всегда на Васвачича Всегда на Васвачича Давай Давай Макс То есть, если ты попадешь мне, я... Не он не попадешь Давай макс Давай бров! Но бывает, бывает, бывает Это просто издержки производства всегда бывает Это просто издержки производства Какие производства-то? Макс, ну-ка, давай я тебе, давай голову Нет, ты не достанешь А ты на колени, и встань, и встань на колени Макс, встань на колени Я тебе доверился, давай ты мне доверься, поставь Только не из меня, пожалуйста Серьезно? Не бойся, не бойся, Макс Вот, давай, встань бутылку, не бойся Конечно Макс, да не бойся, ты, что на человеке такое? Не, у меня голова сейчас, надо что-то прошло Подожди, подожди Надо еще уговорить Макса Понимаете? Давайте его держать будем просто Пойдем, мы тебя будем держать Макс, смотри Я тебе доверился, правильно? Доверяй мне, поставь, ничего с тобой не будет Обещаю тебе Обещаю тебе Не бойся Обещаю тебе Обещаю тебе Обещаю тебе, на, держи Давай лею Ничего не будет Да лея маленькая У нее рост там метр пятьдесят Давай, я тебя, иди сюда Я же на стул встал специально Не бойся, Макс Иди ко мне, мой зайка Давай вот так Иди, не волнуйся Да по-братски, ну сделай, как прошу Ну я тебя прошу, а Иди сюда, вставай, вставай Не бойся Мужик ты или нет? Не бойся, смотри Веди себя по-мужски Держи, держи Держи бутылку, не бойся Иди вот так поближе Либо ты, либо я Все, давай Господи, не держи Ты ее за руки отпусти Ты ручок Макс, ты ровно Меня держи, руками Все, стой ровно Не шатайся Давайте Смотри Не бойся Не бойся Держи ровно Все, не шевелись Не волнуйся Катюха, зачем дергаешь Да что ты будешь делать-то Да не дергайся Ты можешь не шевелиться Получится все Она не падает Если ты не будешь Ребят, нам надо Обрисляйте задание Будет уговорить Макс или что-то Да это невозможно Надо И вот так вот держи Давай, давай Макс, тупо Он, сука, убегаешь Он тупо убегает Держи его, держи Да я держу его Макс, пустись Да подожди ты Так, Максим Это не детство Возьмайтесь, поговори с ними Иди сюда Иди сюда Ну-ка, иди сюда Поговори Блин Слушай, как вы уговорили? Да ничего А куда иди сюда Давай Подождите Вот я знаете вам, что скажу Вот вчера на него немец напал Да, в нашем сне А он сидит и до сих пор поджидает И думает, как бы ему отомстить Да, он очень мнительный То есть он, если немец сюда Не, если немец сюда попадет Он сразу на него набросится И будет его Начнет его бить Ну, как ты понимаешь Что это Он очень мнительный Ну, если немец Снова В нашем сне Это нападет Он не будет его бить Он может только говорить О том, что это Он не будет Убежить Ребят, надо помнить одно Что он наш родственник Что бы ни было Он наш родной родственник Ну, мы это не забывали Да, мы его забывали Просто к тому, что Мнительный он, не мнительный Разный он Ну, понятно Пойдем, Макс Пойдем, Макс Пойдем Ты должен доверять Нормально будет Нормально будет она не ударить В друга Ага, иди ко мне Все, давайте Она рукой ударит Ну Давай рукой лучше Ну, конечно рукой Хорошо, давай Ты не на три ровно Я все-таки уверен Давай, иди ко мне Не стреляй Не стреляй Не фугай его Лидия Ко мне ближе Подходи Да, ты поставь Не шевелись Давай я отойду Нет, я так не достану Все, стой ровно Поехала Ты куда? Не шевелись больше Стой, не шевелись Давай Нет, как-то я тебе не доверяюсь Да не бойся Да ты что? Я хоть раз обманула, Максим Мне так голова последняя Да Он рукой Я рукой тебя взял До этого было Ты мне как сделал Я же тебе доверяла Ты что? Я доверен был У меня растяжка есть А у тебя-то нет растяжки Давай Я тебе доверила, понимаешь? Ну ты что? Юра тебе доверил Все, опутиру Успокойся Да ты сейчас ногой замахнешь Да сего ты взял-то Она грохнется со столом, Макс Ты что, ерунду, ты говоришь? Я специально встал, чтобы достать Я даже рукой два метра не достаю до себя Давай рукой Ты что, трус что ли? Я не пойму Пусть мужиком уже Не будь трусичкой Руку мне давай И вообще никогда ничего не бойся Будь всегда сам Доверяй, Максу родственникам Дай пятерку Красава Дай пятерку Да что? Да все уже Все, вы Он же фрачок Ваш план, что вы его обмануть хотите Надо было лучше проворачивать Кого проворачивать? А хочу, что ты-то не помог Так я и не хотел Ну замечательно Итак, Матвей Мы готовим твои две Не, нормально Ай, Максик Надо доверять Матвей, мы готовим твое блюдо, смотри. Пицца Цезарь с ветчиной. Новая тонкая основа, новый яркий вкус. Погнали. Полный аппликат за мороженое. Как его правильно приготовить? Рекомендуемый способ приготовления. Пиццу полностью освободить. Надо духовку разогреть, нет? Нет, не нужно. 180-200 градусов, время выпечки 10-15 минут. Отлично. Вот это денёчек. 236 калорий в 100 граммах. Да, денёчек бомбовый был. Ну да, странноватый он, конечно, был этот денёчек. Нет, я хочу наперебить. Это ружьё сломалось, кстати. Я хочу на птичий рынок. За перетёночку. Да, сломалось. Я столько что выстрелил с него. Не-не-не, оно и было сломано уже. Подождите. Что-то мы давно не слышали ничего от наших смотрителей. Как они там вообще поживают? Кстати говоря, может они нас на работу отправят? У нас есть два разных представителя этого оружия. И вот это оружие почему-то уже сломалось, а вот это вот оно ещё живое. И как ты думаешь, почему это? Ну, одно, наверное, немецкое, а другое китайское. Нет, ну как так могла бутылка отлететь мне в лицо просто? Это всё потому, что Вась-Васич очень хотел что-то с там... О, перепёлочка, перепёлочка! Это моя перепёлочка! Мне кажется, это Юрец, это Юрец просто специально. Это перепёлочка! Всё переводит за меня. Месяц всю. Ему нравится всё переводить за меня. Уважаемые смотрители, я очень хочу на птичий рынок за перепёлочкой, чтобы открыть свою перепелиную ферму. Давайте меня отправим. Что за бред вот что? Ничего я перепёлочка. Скоро ты будешь моя, и мы будем тебя, Вась-Васича, обнимать на его диване. Но его пузики, думаю... Да какой переплёк? Это цыпа какая-то! Это перепёлочка! Я уверен, когда появятся перепёлки, он самый первый возьмёт их и так в руку скажет... Да, 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 да! А ты знаешь, вот всегда... Он так же, он так же... Катюк, если бы отобрал... Вот объясни мне, вот объясни мне, зачем они это делают? Им нравится это? Для чего? Нет, ты знаешь... Какой кайф делать? Делать ещё хуже. Они не понимают, что они выводят меня и делают ещё хуже. Нет, ты же... Вообще, Вась-Васич, говоришь всё время. Я не понимаю. Я тебе объясняю. Вот вы как бы собрались и всё. Я понимаю! Бля, и я понимаю! Ты понимаешь? Я не понимаю. Не понимаешь? Ты только сказал, что ты понимаешь. Так я понимаю, что ты... У тебя всегда так. Ты вроде понимаешь, но не понимаешь. Про что ты говоришь? Про что ты говоришь? Ну вот смотри, сейчас тут говорилось, почему бутылка попала в Ксю. Ты говоришь, Вась-Васич, виноват. С какого хера-то? А вот летела она в Ксю, потому что ты всё время что-то говоришь. А это шутка, Вася-Вася, ты шуток не понимаешь. Блин, я не понял. Или ты только сарказм понимаешь? Блин, не понял я, извини, пожалуйста. Ты какой-то пьяный, мне кажется, Вася-Вася. Ты много пива выпил и, кажется, потерялся чуть-чуть. Нет, нет, я абсолютно резвый на самом деле. Ребята, тогда вам не по теме всё прекратили. Да, не по теме. Давайте лучше подумаем, чем мы займёмся завтра, и как мы сможем завтра как-то заработать денег. Может, может, нам что-то помогут, смотрители наши. Может быть, что мы умеем делать? Мы умеем веселиться, общаться. Слушай, мы умеем на самом деле очень хорошо составлять компанию людям, которым нужна компания. Смотрите, можно одиноким девушкам тоже можно составить. Можно, чтобы Юра играла песни на гитаре, как вчера Алия сказала, что многие сидят, девушки пьют, хватит, пьют вино, и им не хватает, например... Просто мужского внимания. Да. Также мы можем погулять с чьей-то собачкой. Да, Витя? Ну, ладно, это у нас прокатило. Вышли, мы так поработали. Вышли, случайно нашли Матвея, туда-сюда случайно. А если говорить о каких-то профессиональных вещах, чтобы прям реально зарабатывать и людям что-то отдавать, и чтобы они нам отдавали, надо что-то делать реально. Каждый раз правильно кто-то сказал сегодня? Так не прокатит каждый раз Матвея находить. Конечно, нет. Или каждый раз партии. Либо нам надо просто программу делать, чтобы вот Катюх сегодня пела в электричке, классно пела. Мы можем спеть пару народ... Скорый этот, на военные всякие темы можно попеть. Тем более у нас бабула реально наследница наша. Тогда мы можем... На 9 мая на праздник можем сделать маленький мини-концерт. Но это далеко. Сейчас, может завтра пойдем с такой программой? Завтра? Да. Давайте один выберем стих, одну песню. Попробуем сейчас на эту песню вместе что-нибудь сделать. Да, да. И будет такая мини-программа. Давайте. В электричке сделаем. Какую песню? Любую песню давайте. Какая песня нравится Россиюшке-матушке? Гимн? Только не попсу какую-нибудь. Нет, нет, конечно. Можно какую-нибудь. Россия любит народное что-то. Мы идем в народ. Надо что-то забытое такое. Нет, на самом деле, если бы у нас был грим белый, мы могли бы разрисовать себя как мимы, например. И что-нибудь тоже. Можно пантомиму делать, да. Один раз меня Ксюха выбесила, я сделал на нее пантомиму. На самом деле, с листочками, с пожеланиями. Нет, я делал пантомиму профессионально. Можно сделать вот такую коробочку, чемоданчик. Нет. И продавать пожелания. Сколько кто хочет бросать за пожелания. Пожелания это круто на самом деле. Предсказания такие. Да. То есть, надо как бы из всего создать мини-программу, чтобы ее показывать, допустим, в каждом вагоне минут на восемь. Ты же не можешь каждый раз в электричках ходить. Восемь много. Нет, я имею в виду, это не только электрички могут быть. Три минуты, две-три минуты. Это могут быть тот же торговый центр. Единственная проблема, холодно сейчас. Надо рассчитывать. Тепло одеваться. Нам надо микрофон и маленький комбик, если честно. Вот такой комбик, колонка такая. Подключить микрофон, поставить и просто бомбить песню. Или раскидывать стики. Я не понимаю. Да и Максу на самом деле. Вот если бы у нас был ноут у Макса. Ноутбук, да? Да. Я бы смогла уже через интернет договариваться. Организовывать нам. Может быть где-то, если у нас была какая-то программа. На самом деле, смотрите, чтобы заработать деньги на ноутбук. Максим, хватит пальцев. Скажи, ну нужен тебе ноут или нет? Да нужен мне ноут. Нужен, нужен. Что это? Нужен ему ноут. Осеннее обострение, что ли, Макс? Да не, нормально. Ты что делаешь? Он тебе нужен? На самом деле? Слушай, Максим, ну докажи, что он тебе нужен. Ну как бы попроси этот ноут. Максон. Да, нужен я тебе говорю. Он зашёл тюма. Мне кажется, осеннее обострение. Осеннее обострение 100%. Прям осеннее обострение. Понимаете, у нашего Макса началось осеннее обострение. И если мы не сможем ему помочь ноутбуком, это осеннее обострение очень усилится. Это очень опасно. Нужен витамин В. И перейдёт на вас. Понимаете? Дорогие смотрите, уважаемые. Да и на вас, наверное. А на нас, наверное. Оно перейдёт на нас. Уважаемые смотрители этого не допустят. На нас и на вас. Нет, на нас это никак не перейдёт. Не идея Юрца с тем, что мини-программа. Это один стих, одна песня. Один танец. Один танец. Нет, а вы знаете, смотрите. Танец от Макса. А я вот хотела бы, чтобы с нами... Да хватит! Например, какие-нибудь связи... Какие-нибудь связывали бы предприниматели, у которых есть своё хозяйство, либо ферма. Мы бы рекламировали бы их продукты. Он на китайском, а она на корейском. Он забирает у неё. Два безумца встретились в схватке. Маша забрала оружие. Давайте ставить ставки. Кто победит ставки голосования? Я думаю, что победит Макс. Так, скорее, нападай на него. Так, ничего страшного! Она за нас прячется! Так, потише, потише, сынок! Что это за корейский? Сынок, сынок, потише! Сынок, потише! Потише! Макс, бомби! Мати её, Макс! Угомонитесь! Угомонитесь! Макс, атакуй! Удар тихо! Удар тихо! Удар тихо! Уотя! Так, я так понимаю, что… Короче, зрители, ставки делайте! Кто победит? Кто победит? Корея или немцы? Германия или Корея? Кто победит? Так, у нас с одной стороны Мудрый Восток, с другой стороны Педантичная Германия. Итак, дамы и господа… Я за безумного Макса! Мой начинается! Итак, Макс… Я бы поболел за Корею! Макс пытается! Так, так, так! Я всё-таки за Корею! Так, смотри! Не зубный Макс! Чтоб смотри ему в глаза! Так, всё! Брэй! 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 прекрасно вот молодец брейк 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 раунд закончился иди сюда по углам по углам у тебя все получится у тебя все получится подготовься ты видишь что он у тебя не смиграет не бойся его он тебя пугает ты спокойно бьем итак И сейчас будет третий раунд Корея готова Безумный Макс готов Мы готовы Ты готов? Разминайся И третий раунд объявлен Боль пошел Не бойся его Не бойся Не бойся Ох ты Смотри он оперкота 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 Отличный удар Брэй Надо восстановиться Ты уже его уделала По очкам мы ведем По очкам мы ведем Нокаут Дамы и господа В нашем доме завелся Великий бой Это историческая ферня Потому что столкнулись два архетипа Это Корея и Европа Немецкая страна и корейская страна Итак дамы и господа Четвертый раунд Подожди табличка Пробегает табличка Четвертого раунда Пять раундов Дамы и господа Поехали Пошла Пошла Не бойся его Отлично Молодец Потише ори пожалуйста Итак Дамы и господа можете наблюдать здесь бой Корея пытается идти хитрым путем Но безумный Макс Пытается защищаться спиной Подавая спину своему врагу И накидывает Корея Стоп Стоп Полглав ТП Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»